Военкомат на улице Смирнова. Команда на отправку прозвучала. Мужчины в автобусе готовы отбыть военно-учебные пункты. Жены, матери, друзья со слезами провожают своих родных защитников. Отправили, да. Друга. Друга детства. Ему давно пришла повестка? Недельно, может, назад. Сколько лет? 44. 44, да. Он был военный, служил когда-то, да? Ну да, горячие точки там. Поэтому, наверное, и взяли. Мужа своего. Мужа, да? У вас семья, дети, наверное. Да, двое детей. А сколько лет? 34. А как вы собирались вообще? Как все, наверное. Пришла повестка, начали собираться. Не могу. Не буду. Вы сцены проводили, да? Сколько лет сцены? 22. 22 года. Он где-то служил тоже, да? Да, служил. Мобилизационные сборы прошли и на улице Арсения. Где служили? Внутренние войска. Командир отделения. Повестка пришла 11-го числа. Получил повестку, собрался. Сегодня отправляюсь. Вы что-то специально собирали, покупали? Нет, ничего. Не собирал ничего. Покушать взял с собой. Одежду сменную. Ну, личную гигиену и все. Что ждет, не знают. Но духом мужчины не падают. Поддерживают друг друга юмором. Родина нуждается во мне, поэтому я поехал. Вы где-то раньше служили? Служил, да. 94-96 год. Ракетная-ракетная восказа стратегического назначения. Когда к вам повестить пришли? Я добровольцем пришел сам. Почему? Родину позвала. Я нужен своей родине. По-другому я поступить не мог. Это идет изнутри, это не объяснить словами. Кого вы здесь оставляете? Сына, дочь, маманю, друзей, близких. Ну, оставляю все. Иду, я вернусь. У меня три сына. Это средний. Идет защищать родину за нас. Пусть все вернутся живые. И мы хотим мирному небу. Пусть все будет хорошо. Спасибо им. Пусть идут. Построение и перекличка перед отправкой. Поддержать семьи, прибыли и первые лица Ивановской администрации. Все понимают, что родных увидят не скоро. А разлука остановит время. Остается только ждать и верить в лучшее. Мы ждут с победой. Сходим в Киев, посмотрим, что там. Наведем порядок и придем. Главное не бояться. Мы же русские. С нами Бог. Звучит команда в автобусы. Военкомы дали еще пять минут на прощание. Настал самый трогательный момент. Отправление в учебные центры и потом в зону боевых действий. По русской традиции зазвучал марш прощания славянки. Владимир Еремин, Владимир Хмелев. Телекомпания Барс.